34 года назад последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Десятилетней войне пришел конец, самый затяжной конфликт 20 века завершился. Но память о ребятах, которые проявили мужество и выполнили свой интернациональный долг, жива до сих пор. Военный вертолет Ми-24 – памятник солдатам и офицерам, погибшим в локальных конфликтах. В этом году он стал местом проведения митинга, посвященного годовщине завершения афганской войны. На улице воинов-интернационалистов собрались люди, для которых 15 февраля – особенный день. Наконец-то закончилась война в Афганистане. 9 лет бились наши. Столько народу погибло. В том числе и мой племянник ушел из жизни. 4 года был в Афганистане. Сейчас у меня 3 человека на Донбассе. У меня сын там, внук и зять в Донбассе воюют. За нашу свободу. Участники мероприятия говорили о непогодам мужественных и доблестных воинах-афганцах. Многие ребята отправились выполнять свой интернациональный долг буквально со школьной скамьи. 28 люперчан сделали это ценой собственной жизни. Все 10 лет наши воины, воины-интернационалисты достойно несли свою службу. Сейчас это уже история. Более 30 лет назад был выведен последний солдат. И, конечно же, мы должны помнить. Помнить о таких событиях. Мы помним тех ребят, многие совсем молодые люперчане, которые кончили школу, учились, были студентами, уходили выполнять священный долг. И я многих знаю поименно. И ко многим мы уже приходим возложить цветы на их памятники, постаменты. На митинге вспоминали не только об участниках афганской войны, но и других локальных конфликтов, где россияне защищали рубежи своего отечества. И сегодня на смену им пришли новые герои. Что хочется пожелать ребятам. Стойкости, мужества. И прийти живыми домой. Завершилась встреча традиционным возложением цветов. За несколько секунд постамент памятника засыпали красными розами и гвоздиками. Луиза Эгия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.